Уважаемые товарищи, собрались мы сегодня, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с национальной безопасностью нашей страны. Посмотрите на карту, да и любой из вас представляет, что происходит вокруг нашей Беларуси. Я хочу, чтобы присутствующие здесь усвоили одну вещь. Автономно, независимо от того, что разворачивается в Черноморском бассейне, вопрос, связанный с Украиной, Польшей и странами Балтии, автономно, независимо от того, что я назвал эти государства и что в них происходит, рассматривать ситуацию вокруг Беларуси нельзя. Мы звено в этой общей цепи. Мы еще не до конца знаем, но представляем себе замысел наших противников. Сегодня можем прямо сказать наших врагов. Облеты вокруг Калининградской области, самолетов, разведчиков участились. На сопредельных для Беларуси государствах проводятся военные мероприятия. Мы уже это видим. Если, как заявляет министр обороны России, десятками самолетов они совершают облет российских границ и тренируют бомбометание, и прямо было сказано, заявлено о том, что отрабатывают ядерный удар по России, если на сопредельных территориях строятся ракадные дороги, о чем военные хорошо знают, и проводится массовое учение с переброской дополнительных войск к нашей границе, а их уже десятки тысяч, значит, это не зря. За этим что-то стоит. Что стоит? Как мне представляется. В очередной раз наши партнеры, как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги, пытаются отстроить Россию. Поэтому придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Но если собирается, положите факты на стол и подтвердите этот тезис. А ничего не надо подтверждать. Мы видим по Беларуси. Беларусь привезла с Сомали, как они заявляют, мигрантов и перебрасывают через границу. Я уже недавно говорил, тех сомалийцев, всего полтора человека были обнаружены на территории Беларуси. Но это не слышат. Да и им и не надо слышать. Поэтому начинаются активные телодвижения вокруг Российской Федерации, под прикрытием того, что она собирается напасть на Украину. У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю, факты на стол. Они прекрасно понимают, если они развяжут опять войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают. Поэтому начали усиливать свою северную границу Украина. Белорусско-украинскую границу начали усиливать. Хотя к этому никаких фактов, никаких причин, чтобы усиливать белорусско-украинскую границу сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше. Тем не менее, они выводят туда воинский контингент. И об этом заявляют откровенно. Это порядка 8 тысяч на этом этапе. Что творится здесь, на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены. Они, наверное, переживают, что у нас меньший поток стал мигрантов. Потому что они использовали этих людей, мы уже это видим, для того, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении. Я возвращаюсь к тому тезису, что они прекрасно понимают, что если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется. Поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах Латвия, Литва, Польша и на юге усиление украинской границы. Посмотрите. В ближайшее время, все, о чем я сказал, этот тезис будет подтвержден. Что в этой ситуации я поручал министру обороны ни в коем случае и руководителю пограничных войск ни в коем случае не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты, столкновения и так далее. В то же время генералу Хренину и генеральному штабу было поручено подготовить планы возможного ответа на возможную агрессию против Беларуси. И не только агрессию, возможное противоправное действие с нарушением государственной границы. В генштабе каждый раз должны помнить, по каким направлениям эти мерзавцы будут действовать против нас и как мы на это будем реагировать. Вы меня просили поддержать вас в создании сил быстрого реагирования, которые будут задействованы, ну минимум в течение двух-трех часов. У нас есть определенное количество подразделений, их немало, очень обученные, оснащенные, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку Беларуси. Все, на что мы были способны и даже не способны в финансовом отношении, мы для армии старались сделать. Поэтому цель нашего сегодняшнего совещания – возможное реагирование наших вооруженных сил, именно вооруженных сил, не только армии, но и МВД, пограничных войск, комитета госбезопасности. То есть мы видим, что происходит, мы не разворачиваем свои воинские подразделения, таких приказов я не отдавал, но планы на любое их действие, планы нашего противодействия должны быть. У нас есть все возможности для того, чтобы держать нос по ветру, как в народе говорят, и реагировать на каждое их телодвижение с оружием. И даже не с оружием, а на их замыслы, этих вооруженных сил. Вот цель нашего сегодняшнего мероприятия. То, что сегодня идет гибридная война, мы не единожды говорили. Я еще в конце прошлого года предупреждал вас, что против нас развернута гибридная война. По всем направлениям практически. Дошли до горячего противостояния. Мы не знаем, что они нам подкинут. Мы разве могли предположить, что у нас возникнет некий миграционный кризис. Однако возник, и он подогревается постоянно. В этом миграционном кризисе мерзавцы дошли до убийства людей. Вчера ночью подкинули труп на нашу границу. Сегодня ночью еще один труп нашли. Тоже почерк. В спальный мешок застегивают. Мертвого или, может, полумертвого человека выбрасывают на границу. Пограничники находят уже бездыханные. Вчера нашли троих человек, насколько я информирован, на хуторе пограничники. Когда нашли труп, увидели три мешка еще спальных. Начали поиск. Генерал Лапомни доложил, что нашли обмороженное, лежащее на каком-то хуторе в заброшенном доме. Они не могли идти, ползли. Несколько сот метров приползли. Нашли хату. Ну, наверное, уже и местные жители помогли печку растопить. Еще одна ночь, и надо было ампутировать ноги, если бы живых нашли. Это на литовской границе, да? Литовской, ну, еще неизвестно. Надо по ногам. Возможно, будет и ампутация. Ну, это ж, представьте, демократы. До какой мерзости надо дойти, чтобы убивать людей и выбрасывать на сопредельную территорию. Это уже акция, понимаете? Это акция. Зачем? Убили человека и выбросили нам на территорию. Что за этим стоит? Я думаю, следователи разберутся. Обстановка на границе западной непростая. Вы видите, что эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, Моровецкий куда поехал? В Великобританию. Я уверен. Вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский Союз. Американцам не нужны партнеры, которые могут стать вровень с ними. Как только европейцы увели свою валюту евро, а это угрожает доллару. Мы же понимаем, нам все равно сейчас евро или доллар. Так начались проблемы в евроатлантическом блоке. Поэтому я уверен, что не случайно вышла Великобритания из Европейского Союза. Ведь она ничего не нашла в этом. И сейчас ставка делается на Польшу. Они уже кое-кто начинают в открытую заявлять, закончатся дотации с Евросоюза миллиардный доллар в евро. Нам Евросоюз не нужен. Поэтому все делается для разрушения Европейского Союза. Но нам надо защитить свою страну. Я не драматизирую события, но военных предупреждаю. На любое возможное их телодвижение у нас должен быть адекватный ответ. Вот ваша задача. И предупреждаю вас, не дай бог, у вас будет какой-то формализм. Премьер-министр присутствует, слышит. Любую возможность Романа Александровича надо использовать для того, чтобы поддержать сейчас армию. Я пригласил сюда специального министра внутренних дел и руководителя нашей пограничной службы, председателя комитета. Вы должны прекрасно понимать, мы люди военные. Не дай бог, что случится, мы берем оружие в руки. И должен вам сказать, что в системе Министерства внутренних дел подготовленных ребят не меньше, чем в армии. Поэтому мы должны тренироваться, учиться, готовиться. Не забывайте и о территориальной обороне. Это наши хорошие резервы. То, что сегодня в Украине проводятся эти учения под кодовым названием «Полесье», мы тоже это видим. Поэтому учтите при докладе, как мы будем на это реагировать. Но еще раз хочу подчеркнуть, мы не бряцаем оружие. Мы хоть и не участники последней страшной войны, но мы понимаем, что такое война. Мы многие пережили те невзгоды после военных лет, когда голые, раздетые, с землянок не могли вылезти. Сейчас более-менее живем приемлемо. Мы не хотим никаких войн. Мы не богатая страна. Нам чужие богатства и чужие территории не нужны. Дай Бог освоить, как надо, эту землю. Поэтому, если кто-то хочет с нами разговаривать, как с мирными людьми, пожалуйста, с сегодняшнего дня мы готовы разговаривать. Но если кто-то к нам с мечом придет или с ружьем, у нас есть чем ответить. Товарищ президент, в Министерство обороны постоянно проводится оценка военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь и поиск оптимальных вариантов укрепления военной безопасности страны. Результаты оценки показывают, что предпринимаемые странами Запада меры по милитаризации региона ведут к существенному изменению баланса сил. Вблизи границ нашей страны наращивается наступательный потенциал вооруженных сил стран-членов блоков НАТО. Развертываются новые воинские формирования, закупаются современные образцы вооружения. В Польше формируется 18-я механизированная дивизия и бригады территориальной обороны. Часть из них в непосредственной близости от нашей государственной границы. Особую озабоченность вызывают закупки танков «Абранс», зенитно-ракетных комплексов «Патриот», реактивных систем залпового огня «Химорс», боевых самолетов «Ф-35». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова